Это свершилось. В Бейске стартовала дорожная ремонтная кампания 2019 года, причем даже ранее заявленного срока. Уже полным ходом идет ямочный ремонт струйно-инъекционным методом по улицам Васильева, Ленина, Советской и многим другим. По программе безопасных качественных дорог будет отремонтировано 19 участков, практически 19 улиц. Одна из самых болевых точек на карте города – это конечная остановка вокзал. Она тоже будет отремонтирована в этом году. По локальным ремонтам контракт, который разыгран и сейчас ведутся работы – это 21 тысяча квадратных метров. Планируем, что впоследствии по мере формирования доходной части бюджета, наверное, будем рассматривать вариант выхода на такие же объемы по ремонту – еще 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, уже сейчас активно ведутся работы на улице Вячеслава Шишкова, выезд на Чуйский трак, а также началась активная подготовка к локальному ремонту обводной дороги на Зеленый Клин. Здесь снимают разбитый асфальт, а с понедельника, когда заработают асфальтовые заводы, уже начнут укладку нового асфальта. В прошлом году этот вид ремонта прекрасно себя зарекомендовал. С помощью фрезы снимается старый асфальт, там определенную толщину слоя. В среднем всегда берется, ну, как бы, 5 сантиметров. После этого подготавливается покрытие, где срезано, подметается, чистится все. Швы зачищаются, чтобы ровненькие были для стыка асфальта. Проливается битумом для, ну, не битумом, используется эмульсия, разбавленная водой битумом, для лучшей стыковки асфальта нового со старым. И сверху укладывается уже сам горячий асфальт битум. Всего в этом году предстоит отремонтировать 10 тысяч квадратных метров дорог ямочным ремонтом, 21 тысячу локальным. Предполагается на этот вид ремонта в этом году направить еще средства, которые позволят привести в порядок около 20 тысяч квадратных метров. А по программе «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано капитально 18 километров бейских проблемных улиц. По оценке специалистов, при таких ежегодных денежных вливаниях, дороги нашего города можно будет привести в нормативное состояние примерно за три года. Дмитрий Дробышев, Павел Сидоренко. Специально для интернет-канала «Нашбейск на ладони».